Итак, друзья, поздравляю вас всех с грандиозным событием Выходом патча 7.00 для нашей любимой доты Для тех, кто не в курсе, сразу после завершения бостонского мажора Valve объявили о начале новой эры Dota 2 Нам анонсировали патч 7.00 Прямо сейчас по ссылке dota2.com.com.com Мы можем посмотреть небольшой ролик, в котором показываются все версии доты От старта игры как модификации к Warcraft 3 и вплоть до нашего времени Также немного ниже мы можем наблюдать счетчик, который указывает оставшееся время до выхода патча По московскому времени он выйдет уже сегодня, 11 декабря в 20.00 по московскому времени Но только на тестовом сервере Обновление обещает быть воистину грандиозным И похоже слухи о колоссальных изменениях, которые ждут нас в новом патче, подтвердились И нас ждет просто что-то невероятное Поэтому давайте с вами попробуем немного пованговать и представить, что же будет в этой обнове К слову, слухи о ней существуют уже крайне давно Поэтому за все время набралось уже немало информации о грядущем патче, который я вам и поведаю Правда все это или нет, мы узнаем уже сегодня В общем, давайте начнем Ну, во-первых, Аганима Мы с вами все знаем, что Айс Рок давно стремится ввести Аганима на каждого персонажа И, судя по всему, он закончит это дело именно в этом патче О том, как они будут выглядеть, остается лишь гадать Но факт остается фактом, они будут Также Манки Кинг Думаю, без нового героя этот патч нельзя будет назвать грандиозным И если Валфио-таки не добавят, то это будет полнейший провал Ибо Манки Кинга обещали добавить еще осенью Также среди западного комьюнити давно существует теория, что в этом патче ведут телепортацию на варды Да-да, вы не ослышались И, откровенно говоря, мне нравится эта идея, ведь она не лишена смысла Ведь обычные телепорты под Т4 уже все поднадоели своей обыденностью А в том случае, если ваш союзник фармит где-то в лесу, а на него вышла, например, вся вражеская команда Вам остается лишь надеяться, что фармил успеет добежать до ближайшей башни, чтобы отправиться к нему на помощь А если бы вы могли телепортироваться к вардам, вместо потери пары ТПшек с маловероятными шансами спасти союзника под башней Вы получаете огромное преимущество в позиционировании, а также факт неожиданности, который в итоге может привести к тимвайпу противника Ну и последнее, о чем, наверное, стоит говорить, это баланс Как ни крути, как ни нерфи и апы, все равно в доте как был, так и будет дисбаланс Очевидно, что в этом паще будет огромнейшее количество изменений баланса, но будут ли они эффективны, покажет время Ну и вроде бы как все, но на самом-то деле я очень жду это обновление, ибо дота уже давно нуждается в глобальных изменениях А не в введении новых артефактов и нерфа и без того слабых героев Ну и, конечно же, сеттиков, имморталов и прочего говна В общем, оставляйте свои мысли по этому поводу в комментарии, посмотрим, кто из вас лучший прорицатель Ну а я с вами прощаюсь, всем спасибо за просмотр, удачи и до скорых встреч